Музыка Бендеры стали на год старше и отмечают 609 день рождения. Начало лета исчисления положено господарской грамотой, которая сохранилась в документальных архивах. Впрочем, археологические исследования позволяют утверждать, что история Бендер намного длиннее. В районе местной крепости найдены следы гетских племен. Возможно, они и были первыми поселенцами города. Скорее всего, наш город, тогда Тунгаты, имел в виду византийский император Константин Багрянародный, описывая в своей книге шесть славянских городов, расположенных по берегам Днестра. Сколько же лет на самом деле Бендерам? Тут слово – историкам. Историкам нужна точка отсчета. История наука достаточно точная, поэтому за точку отсчета, за дату основания города, историки принимают дату первого документального письменного упоминания о населенном пункте, будь то Москва, Санкт-Петербург или наши маленькие Бендеры. Так вот, первое письменное упоминание о нашем городе относится к началу XV века. Вот он, тот самый фрагмент документа, который и стал точкой отсчета истории Бендер. Правда, это копия. Оригинал хранится в Историческом музее Москвы. Этой господарской грамотой, написанной на славянском языке, Александр Добрый давал добро на торговлю в наших местах. Датирована ценная бумага 1408 годом. Только в упоминании вовсе не Бендеры, а Теги-Некяча. Молдавское княжество тогда находилось в ассальной зависимости от Польши. И этим воспользовались львовские купцы. И попросили Александра Добра выдать документ, который предоставлял бы им торговые льготы на территории Молдавского княжества. До Бендер были еще Тунгаты и Тегина. Современное же название города на Днестре дали турки вместе с возведенной крепостью. Строилась она по приказу Сулеймана Великолепного и воплотила в себе все достижения инженерной мысли того времени. Автор проекта Синан Ибн Абдул Минан, в своем роде турецкий Микеланджело. Строительство проходило несколько этапов. В 1538 году были возведены стены цитадели. Затем в 1584 году для укрепления обороны крепости были возведены стены нижней крепости для защиты от постоянных набегов со стороны запорожских казаков, польских отрядов и также постоянных попыток вернуть крепость молдавских господарей. На протяжении столетий крепость оставалась неприступной. Была мощным, надежным замком на северных землях Османской порты. Именно здесь, после поражения под Полтавой, нашел убежище шведский король Карл XII. К слову, это его символизирует поверженный лев на гербе города. Впрочем, с бендерами связано много известных имен. В бендерской крепости пребывали известные исторические личности, которые прославили наш город. В 1770 году в штурме бендерской крепости принимал участие Милиан Пугачев, который впоследствии возглавил крестьянское восстание в России. В бендерской крепости пребывали такие российские начальники, как Панин, как Парклай-де-Толли, Потемкин. За овладение крепостью шла постоянная борьба. Трижды крепость завоевывали русские войска, причем как в кровопролитных боях, так и без единого выстрела. С третьим захватом крепость уже оставалась в руках русских воинов. Бессарабия вошла в состав Российской империи, а в знак победы над турками в бендерах возводится преображенский собор. Купол в виде шлема русского воина, как благодарность освободителям от многовекового ига. Бендеры получили статус уездного города и чуть не стали столицей вместо Кишинева. По предложению Алексея Бахметьева, роковую роль сыграли боярские интриги. Бендеры пережили и революцию, и сложный террор Королевской Румынии, и Великую Отечественную. В советскую эпоху бендеры получили статус исторического города СССР и славу крупного промышленного города Молдавии. В 2012-м удостоены звания «Города воинской славы». В этом почетном звании воплощены мужество, стойкость и героизм всех поколений бендерчан. Жанна Анастас, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.